В Египте подведены итоги выборов в парламент. Две трети мест в нем теперь займут партии исламского толка. Это умеренные братья-мусульмане и радикальные фундаменталисты-салафиты. Причем, если первые стремятся сохранить имидж страны, привлекательной для туристов, то вторые ратуют за строжайшее соблюдение законов Корана, полный запрет алкоголя и даже отрубание рук ворам. Пересмотру может быть подвержен и египетско-израильский мирный договор. О последствиях всего этого для региона и мира. Шеф Ближневосточного бюро вестей Сергей Пашков. Обветшавшие под солнцем и дождем одинокие палатки наиболее стойких обитателей Тахрира. Пятница 13-го Египетской революции. День подведения итогов выборов в Нижнюю палату парламента, в Народное собрание. Митинговать поздно, требовать справедливости нет, кого черта подведена и выбор сделан. И за этой чертой остались все студенческие комитеты и фейсбук. Объединение, будь то партия 25 января или комитеты молодежи Тахрира. Те движущие силы и начинатели этой революции уже не получили ни одного мандата, ни одного представителя в парламенте Египта. Братья-мусульмане и вполне средневековые салафиты. Вот будущая представительская власть этой страны. Те, кто ходил на баррикады, дышал слезоточивым газом, утверждают, что всеобщее счастье и свободы близки. Спустя год скорее оправдывается. Эмоциональный порыв прошел, осталось недоумение. Сегодня я не пошел на Тахрир, хотя до сих пор не пропускал ни одного митинга. Мы сражались за свободу, за демократию, восстали против коррупции. Но я не уверен, что мы победили. Я разочаровался и больше не пойду на площадь. В нефтеносном Египте то и дело перебоя с бензином. Драки в очередях за газовыми баллонами. Доходы третьей по значению туристической отрасли страны упали вдвое. При том, что каждый седьмой египтянин до революции жил туризмом. Военные власти боятся отпустить цены, боятся бунта нищих окраин и расплачиваются за это товарным дефицитом. Вот сегодня опубликуют результаты выборов. Собственно, ничего другого я и не ждал. Только хочу знать, как скажется это на нас, на нашей жизни. Я надеюсь, что исламские партии будут вести себя разумно и умеренно. Как развернет страну парламент, где спикером будет представитель братьев-мусульман, а его однопартийцы, получающие комитеты обороны, промышленности, туризма, займут более двухсот из полутысячи мест. Что ждет страну, где сто с лишним мандатов достались партии Нур, свет, радикальным исламистам. Мы, наконец, получили тот парламент, который нужен Египту. Теперь верные Аллаху должны избрать своего президента, который сделает Коран законом нашей страны. Еще предстоит выбрать Шуру, верхнюю палату парламента. Еще впереди бескомпромиссная борьба за новую египетскую конституцию. Еще не избран президент страны, но почувствовавшие вкус победы братья-мусульмане уже обещали выставить своего кандидата. 25 января в Египте будут праздновать первую годовщину революции. Революции, где надежды, упорство и даже подвиги одних проложили дорогу к власти совсем другим. И есть все шансы, что празднества могут скатиться к новым гражданским столкновениям с непредсказуемым финалом. Сергей Пашков, Андрей Попов, Игорь Горелик. Вести из Каира.